Так, где у нас дом Сити Флетчера? Привет! Привет, Беатрис! Как ты? Как ты, Денис? Отлично, здорово! Хорошее место, очень просторное. Спасибо, приятно слышать. Живем тут уже 18 месяцев, считай, полтора года. Начнем с гостиной. Вот она. Все тут было старым. Как и я сам. Люблю все олдскульное. Старый диван, старые картины на стенах. Старье, одним словом. Старые машины. Старое, что угодно. Здесь мои призы и трофеи. Боксерские перчатки с автографом Мухаммеда Али. Примерно в 1984 году пришлось стоять в очереди несколько часов, чтобы он подписал их. А это пояс Стива, ледяной глыбы Остина. Сделан вручную. Он тяжелый. Надо его взять вот так, сзади. В мире есть всего пять таких. Это еще со старых времен? Нет, это достаточно молодой трофей. А, то есть недавний, да? Да, да, недавно получил. Мне кажется, Беатрис не хотела бы, чтобы ты это видел. Да нет, все нормально. Для наших русскоязычных зрителей будет интересно просто почувствовать эту атмосферу. Классно. Очень уютно. Беатрис потом подумает, «О, нет, он показал Денису кухню». Ну да, я позвал его на кухню. Здорово. Мне нравится здесь. Реально нравится. Здесь сядешь, Денис. Как тебе будет удобнее? Садись прямо тут. Как общее самочувствие сейчас? Ну, если сравнить с тем, как я себя чувствовал до трансплантации, то это как день и ночь. День и ночь. До операции было ужасно. Мое сердце работало только на 15% от того, как должно было. То есть оно не справлялось. Скажем так, Скажем так, поначалу я вообще не мог сам ходить. Беатрис меня возила на кресле-коляске. Одна медсестра в госпитале даже сказала, что не помнит, как я выгляжу, потому что я был не в состоянии сидеть прямо на этом кресле. Так что было плохо. Прямо скажем, совсем плохо. Не то, что ходьба. Даже просто один поход в душ, я мог бы умереть. Просто бы слег и все. Это длилось 6 месяцев до операции, или сколько так продолжалось. Это было почти сразу после сердечного приступа. Где-то месяца 4 прошло. За полтора года до самой трансплантации. Правильно, Беатрис? Да, правильно. Вот так. За полтора года. А если мы сравним это с тем, когда ты был в Москве, сейчас так же себя чувствуешь? До этого еще далеко. Когда мы ходили на телешоу, и все такое, да, я помню. Сейчас я не так хорошо себя чувствую. Правда, состояние все равно несоизмеримо лучше, чем могло бы быть. Так что я совсем не жалуюсь. В плане тренировок. Какие ощущения? Как идет? Какие цели? Реально. Если говорить «реально», а именно «реально для меня сейчас», то цели быть самым большим, мускулистым нет. Хочу быть более атлетичным, сделать так, чтобы новое сердце прослужило как можно дольше. Есть некоторые обстоятельства, которые зрители из России просто не знают. Я поделюсь ими, так как мы с тобой друзья. На самом деле, много, очень много слухов ходит в России, и я хотел бы все сказать прямо. Просто люди делают неверные предположения. Поскольку мы правда с тобой друзья, и они услышат это от нас, а не где-то еще, то, скорее всего, нам они поверят. Все-таки ты Денис Семенихин, ты у меня в гостях сейчас, и услышать это от тебя, это не то же самое, что услышать это от кого-то другого, кого бы я не пустил себе в гости. Так что это правда, поскольку Денис Семенихин мой друг, и он у меня дома. Отвечая на вопросы этих людей, в частности, из России, не знаю насчет остального мира, они говорят, что ты не относишься бережно к своему новому сердцу. Есть непонимание того, что ты делаешь. Люди думают, что ты снова себя угробишь. Я сейчас просто озвучиваю популярное мнение, мол, ты разрушишь новое сердце, новые возможности, подаренные жизнью или донором. Что ты ответишь на это? Если эти люди, в частности, из России, религиозны, они верят в Бога, то они поймут меня немного лучше. Если же это не так, то будет сложно понять мою логику. Абстрагируясь от духовного и говоря про физическое, мои доктора, они очень внимательно следят за моим состоянием. Даже завтра утром я еду туда, где мне делали операцию, делать полный осмотр. Кроме этого, они подписаны на меня в социальных сетях, следят за всем, что я делаю. Так что я все делаю только с их разрешения. Если что-то запрещают, то я слушаюсь, даже если мне не хотелось бы. В итоге, все согласовано с врачами, и я беспрекословно их слушаю. Я бы хотел, чтобы русские поклонники это знали. Это что касается физического. Кроме того, мой донор, а многие не знают, что это была женщина, была почти моего возраста. и вот, что я чувствую по этому поводу. Эта женщина, этот донор, я обязан ей. За мной долг. Уверен, она не знала, что ее жизнь скоротечно оборвется. еще я представляю, как она говорит мужу, что увидит его дома, когда вернется с работы. или как она говорит своим детям, что они сходят в кино на выходные, как делаем все мы. У нее были планы на жизнь. Она не ожидала, что умрет. ее жизнь чтобы уничтожить. Я обязан. Я должен ей и только ей объясняться за свои действия. Больше никому я не обязан объясняться за то, что я делаю. я должен жить за нее, потому что она подарила мне жизнь. И я чувствую, будучи верующим человеком, что моя миссия и причина, по которой она подарила мне жизнь, состоит в том, что я могу помочь спасать других людей. Моя миссия просвещать людей о донорстве. И я не могу, Денис, у меня не получается это делать, сидя на месте. Мне надо вставать, идти куда-то. У меня нет лишнего времени. Мне нельзя тратить время впустую. Ей нельзя было тратить время впустую. И я не потрачу впустую ни секунды, которые имею благодаря ей, сидя дома, ограждаясь от мира или сидя тут, охраняя свое сердце из опасений и разрушить его. Нет у меня свободного времени больше. Я знаю, что жизнь может закончиться вот так, прямо так. Так что, я должен все делать сразу. Сегодня, не завтра, только сейчас. Все, что в моих силах ради того, чтобы спасти чужие жизни. Сити, а что с ней случилось? Понятия не имею. Я надеюсь, что однажды ее семья увидит, как я работаю над тем, чтобы спасать людей. Думаю, поэтому я еще здесь. Еще один вопрос, не менее серьезный. Попробуй задуматься, пожалуйста, если вернуться назад во времени, когда тебе было 25 лет, расцвет сил, спортивных достижений, рекордов, ты бы сделал что-то по-другому, реально? Уверен, что что-то ты бы изменил? Что бы ты поменял? Окей, есть одна вещь, и кроме нее я бы ничего не поменял. Я всегда честно отвечал людям на вопрос о применении стероидов. Признавал, что в 1981 году я попробовал стероиды. Хотелось бы, чтобы этого никогда не произошло, и я мог бы говорить о том, что все мои рекорды чистые. хотел бы отвечать на этот вопрос отрицательно. Ну да, в 1981 году это было. И я не скрываю это. Честно, сейчас уже не так важно, что об этом думают, хотя много людей в это не верят. я всегда участвовал в соревнованиях чистых, с допинг-контролем, ни разу не валил его. Все проходил и выступал своими силами. Так что, вот что я бы поменял. А все остальное, операции, вскрытие сердца и так далее, этого я бы не отнял. Потому что все это сделало меня таким, какой я есть. Поменяв что-то одно, мы меняем все, как результат. Так что все меняется. Да, верно. Что по ближайшим планам? Я понимаю, что ты живешь каждый день как последний в настоящем, но может недолгосрочной, но хотя бы среднесрочной цели есть какие-нибудь испытания? Да, есть. Была ситуация, когда люди видели, что я недавно упал себе на лицо и об этом говорили. Речь как раз об этом. Например, недавно я узнал, что существует олимпиада для спортсменов, переживших трансплантацию. для людей с новыми сердцами, легкими или другими органами. Можно соревноваться, заниматься спортом, в том числе с отягощениями. Так что да, узнав о таком, я подумал, что это отличный способ информировать людей о проблеме донорства. Я буду участвовать, соревноваться, бегать с другими людьми, пережившими трансплантацию. Как раз тренируясь для этого, я приземлился на свое лицо. Так что вот, что я сделал. Дело не только в том, что, как ты сказал, русские люди думают, мол, вот, Сити угробит себя. Много американцев думают так же. еще англичане, канадцы, австралийцы. Канады, Канады, австралийцы. В общем, многие меня считают сумасшедшим из-за цели, которую я себе поставил. Скорее всего, и моя жена так же думает. Вот она стоит, думает, что я спятил. То, что у меня новое сердце, не значит, что мое мышление изменилось. Что-то, безусловно, поменялось, да. Но все знают мой девиз. Это все еще твой подход. И я до операции говорил, что, несмотря ни на что, это все еще мой подход. Надо учитывать, что еще до этой пробежки я провел год в операционной, в реанимации, в машине скорой помощи. И все это время, пока я был без сил на инвалидной коляске, я мечтал о моменте, когда это закончится, и я смогу ходить, бегать, поднимать тяжести. Вот о чем я думал все время. О том, что я влюблю больше всего. Так что, когда состояние немного улучшилось, я сразу вернулся. Я не мог дождаться этого. Подумал, что могу, и решил попробовать. Расскажи про первый момент, когда ты пришел в себя после операции. Да. Когда это произошло, первая мысль была, хорошо, Господь, раз ты принял такое решение, то мне надо скорее браться за работу. Я не чувствовал, что сердце мое, реально. То есть, реально это можно ощутить? Еще как. Первые шесть месяцев я чувствовал, будто что-то постороннее поместили в мое тело. Уже потом, физически, я начал ощущать, что оно мое. но до этого совсем нет. Я не хотел показывать своей жене, как плохо мне было. Она была со мной каждую секунду, спала в госпитале, помогала с реабилитацией, каждую секунду. Не хотелось ей показывать, что мне тоже тяжело. Было жестко. Приходилось просить ее открывать мне бутылки. Пришлось выехать из нашей комнаты. Ей надо было делать много вещей. Физическую работу. Я очень хотел ей помогать, но сил не было. Представь, Денис, знаешь, насколько это тяжело? Вот ты всю жизнь сильный, всю свою жизнь, и вдруг не можешь даже открыть бутылку или поднять вещь весом 2 килограмма. Представляешь себе? Вот ты всю жизнь был суперменом, и тут... И тут тебе больно поднимать 2 килограмма. Сейчас есть болезненные ощущения? Вспытываешь боль? Нет. Слава Богу. Благодарю Богу, каждое утро. Но боли нет, как таковой. Иногда немного артрит беспокоит, правда? Но это не связано с сердцем. Да, да, не связано. То есть, по сердцу ничего? Да, совсем. Удивительно. Да, это правда удивительно. На что способна современная медицина? Да, это потрясающе. Первая трансплантация сердца была в 1968 году, а я родился в 59-м. И в детстве эта тема казалась мне чем-то из мира научной фантастики, фильмов про Франкенштейна. Сейчас немного неудобный вопрос про очередь на трансплантацию. У людей много мыслей по этому поводу, не знаю откуда. Что ты как-то обошел всех в очереди и встал вперед, потому что ты ветеран, использовал связи. В этом есть правда? Да. Абсолютно нет. Любой, кто прошел через это, знает, что об этом речи быть не может. Я полтора года ждал свое новое сердце. Я слышал историю о том, что кто-то успевал это сделать за пять дней. Вопрос в том, какое состояние у пациента. И есть ли именно подходящие тебе лично органы. Очень сложно подобрать подходящие именно тебе сердце. Никакие связи не помогут. Это понятно. Не обязательно меня спрашивать. Можно поговорить с другими людьми в похожей ситуации. Или с кем-то, кто знаком с такими историями. Ускорить этот процесс не получится. Если взять весь твой жизненный опыт и свести его к ключевым идеям, понятиям, к которым ты пришел. Знаю это непросто, но попробуй. Если выделить наиболее важное направление, в котором надо мыслить, чтобы прожить не столько успешную, сколько полноценную, наполненную смыслом жизнь. Как ты это сформулируешь? Окей. Я думаю, чтобы жизнь была со смыслом, надо ставить интересы других выше своих. Если все сводится к «я», 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 к тому, что можно сделать для себя и только так, то, на мой взгляд, жизнь не будет иметь смысл. Настоящий смысл в том, чтобы служить или пытаться помочь другим. Изначально я этого не понимал. Например, в моих старых видео видно, что я сосредоточен на себе. «Я король, я единственный, пытаюсь стать самым большим и опасным парнем в мире». И в этом был весь смысл. Но скажу тебе так, Денис, я через столько всего прошел, мужик, что понял, что я – ничто. Я меньше самого маленького. Я ничто. Вся эта бравада, все это так быстро может оборваться, моментально. Очень хрупко. И когда это происходит, что остается? Не мышцы, ради которых ты работал столь. Вот что важно, по-настоящему. Человеческая сущность. Люди говорят, «Сити, ты это, или ты то, но я – ничто». Сити – ничто. А если пытаешься помочь кому-то, люди смотрят, что Сити говорит, через что он прошел, и это им каким-то образом помогает. Сити через это прошел, или через то. Вот что важно. Иначе я – ничто, Денис, совсем ничего. Надо помогать другим. Вот я думаю, Бог мог выбрать любого, но взял этого старого, накачанного чувака из Комптона, мировой преступной столицы, или как там его называют, и он выбрал меня. Теперь я могу говорить об этом и помочь кому-то. Это важно. Сам по себе, я вообще не важен. Сити, планируешь еще раз приехать в Россию? Тебе понравилось? Два года прошло. Ой, да. Я думаю, Россия – это до сих пор моя любимая, лучшая поездка. Хотя другие тоже на уровне. Пожалуйста, не верьте, пожалуйста, не верьте всему, что говорят в новостях. В Россию надо ехать. Поезжайте туда. Будьте с народом. Это самые дружелюбные... Кстати, было чертовски холодно. Но это было самое дружелюбное место. Жду не дождусь, когда снова приеду. Спасибо большое, друг мой, что позвал меня. Я очень ценю это. Да ладно, Денис. Денис, я серьезно считаю тебя очень хорошим другом. Иначе я не звал бы тебя в свой дом. Ты... Ты... Люблю этого парня. Хочу тебе дать это. Никогда не носил их. Хочу, чтобы у тебя это было. Правда? Что это? Да, открывай. Посмотрим. О, спасибо. Большие. Золотые. Спасибо, Сити. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это интервью. И я хочу разыграть среди вас те часы, которые подарил мне Сити Флетчер. Я считаю, что это самое правильное их использование. Что вам нужно сделать, чтобы выиграть их? Выразить в одном комментарии то, как вы поняли жизненную позицию Сити. В одном-двух предложениях. В случае, если вы одобряете и поддерживаете его мировоззрение, сформулируйте это мировоззрение. Оставьте этот комментарий у меня в Инстаграм под постом. Он уже сейчас опубликован. Мы вместе с Сити отсмотрим и выберем лучший, который в наибольшей степени отражает его жизненную позицию. И вы получите вот эти часы. Тренируйтесь, верьте в себя и поддерживайте людей вокруг себя. Спасибо, пока.